Дорожное радио представляет Вместе за безопасность Программа для водителей, пешеходов и пассажиров Дорожное радио программа Вместе за безопасность В студии Никиты Леонов И традиционно уже у нас в гостях Наталья Агре Наш автоэксперт, специалист по безопасности дорожного движения Правильно представляю вас? Да, добрый день Доброе утро даже Рады, что вы снова оказались в нашей студии Мы сегодня будем говорить на тему Ох, какая у нас сегодня тема Оказание первой медицинской помощи тем, кто пострадал при ДТП Вот серьезно все Поможет нам в этом разобраться еще расскажу Наталья Агре Оказание первой помощи Это, конечно, целое направление в стратегии По безопасности дорожного движения В стране существуют, насколько я знаю, обучающие программы И вот изменилась ли в лучшую сторону статистика Начали ли россияне более сознательно подходить к этому вопросу, Наталья? Сложная тема Сложная, очень Действительно сложная Потому что, с одной стороны, если говорить про золотой час, о котором мы сегодня поговорим Обязательно Да, мы видим, что оказание помощи пострадавшим на сегодняшний день в нашей стране вышло действительно на стратегически новый уровень Потому что и скорая приезжает, и сотрудники госавтоинспекции оказывают первую помощь И оборудование на скорой помощи на сегодняшний день позволяет спасти жизнь человеком Развивается санавиация То есть, скажем так, вот если говорить о комплексном подходе То да, действительно, выживаемость после дорожно-транспортных происшествий Да, в нашей стране намного выше, чем она была десятилетия назад Действительно, это было одно из таких, наверное, большущих проблем Потому что люди погибали не только потому, что они были в ДТП А потому что скорая помощь приезжала поздно Люди были неквалифицированы Оборудования не хватало То есть, все было не так На сегодняшний день мы действительно вышли на некий новый уровень Но при этом огромную роль в этой работе, конечно, должны осуществлять сами автомобилисты И вот в этой теме есть, скажем так, еще огромное место для совершенствования Потому что осуществляется она по-прежнему не очень Есть куда расти, на самом деле И вот мы решили спросить у наших слушателей Где вы получили навыки оказания помощи при ДТП? Предлагаем несколько вариантов А. Автошкола Б. Специализированные курсы Или самообразование Ну а пока продолжим наш интересный и полезный разговор В каком объеме сейчас преподают оказание первой медицинской помощи вот в автошколах? И как вы считаете, достаток ли объем? Ну, хватает этого объема или нет? Вы знаете, вот в программе заложено все необходимое Вопрос в другом То, что на сегодняшний день программа подготовки в автошколах звучит как примерная Соответственно, сколько часов все-таки будет уделено И в каком качестве это образование будет передано непосредственно будущим водителям Остается, скажем так, большим вопросом С одной стороны, конечно, есть и оборудование Есть и специальная программа, да, которая раскладывает все необходимые действия Ну вот и проверка есть на сегодняшний день при сдаче экзаменов Достаточно много вопросов на эту тему Но не хватает практики, на мой взгляд Потому что одно дело, когда тебе дали теорию Другое дело, когда с тобой еще все-таки позанимался учитель автошколы Да, и уделил этой части достаточно большое внимание Потому что есть и тренажеры специальные На которых можно потренироваться и делать искусственное дыхание Ну и, собственно, в общем-то разобрать несколько ситуаций Которые наиболее часто могут случаться при дорожно-транспортных происшествиях И оказании потенциальной помощи А вот если человек чувствует, что ему знаний явно не хватает Что ему? Литературу почитать, может быть, к экспертам обратиться Что ему делать в этом случае? Ну, в первую очередь нужно зайти на сайт госавтоинспекции Есть специальный раздел, который касается оказания первой помощи Он же есть и на страничке Минздрава Там есть инфографика, там можно действительно почитать все, что нужно сделать Но, как минимум, если у вас не хватает выдержки, усидчивости Кстати, сейчас на дистанции, мне кажется, можно как-то самообразовываться И эта тема, мне кажется, она немаловажна Потому что не случится с вами, может случиться с кем-то еще Поэтому эти знания лучше иметь Может быть, вы никогда ими не воспользуетесь Но хотя бы номер 112 вы должны знать И первое, что вы должны сделать Если вы видите дорожно-транспортное происшествие Это затормозить так, чтобы, опять же, не стать причиной дорожно-транспортного происшествия Для других движущихся автомобилей И набрать вот этот важный номер, сообщить о том, что произошло Детей как-то учат у нас оказывать первую медицинскую помощь в школах? Вот я знаю, еще есть проект «Лаборатория безопасности» В рамках лаборатории есть отдельный модуль Причем сделан он на три разных возраста Потому что нужно очень, скажем так, по-разному относиться к возможностям детей Но самое главное, что в рамках этого проекта Он на сегодняшний день уже работает В 39 регионах Российской Федерации В этом году должно добавиться еще 21 А в следующем году еще 25 То есть мы через три года будем иметь такие лаборатории В каждом регионе Российской Федерации И там действительно вот этому курсу Уделяется особое внимание И чему там учат В первую очередь учат не проходить мимо Вот сколько видим дорожно-транспортных происшествий Когда ты, ну как бы, оно произошло Да, вот все тормозят Всем очень интересно, да И никто, в общем, ничего не предпринимает Вот важно то, что научиться Во-первых, осознать то, что произошло несчастье Там есть люди, и людям нужна помощь И на это отреагировать Детей самых маленьких учат просто, опять же, позвонить 112 И правильно рассказать о сложившейся ситуации То есть, чтобы им поверили Вот сколько в прессе было ситуаций, да То, что там ребенок позвонил в службу спасения Да, а люди подумали, что... Хулиган Что хулиган, да Вот очень... Вот учат, в первую очередь, правильно даже сделать этот звонок Куда подъехать там, да Самое главное, наверное Ну и какие правильные слова произнести Для того, чтобы взрослые правильно отреагировали Для более старших, конечно, там есть более подробная информация Которая связана и, опять же, как сделать массаж сердца И как сделать искусственное дыхание Да, и как перевязать руку или ногу, если идет кровотечение То есть, есть определенные нюансы Чем старше ребята, тем больше знания им дается Естественно, для старшеклассников эта программа Я не могу сказать, что приближена к тому, что происходит в автошколе Но она, скажем так, достаточно информативна Если говорить уже непосредственно об оказании первой помощи С чего все-таки следует начать? Ну, я слышал, что нужно проверить там, сознание человека или нет Вот до того, как вообще приблизиться к автомобилю Или автомобилям, в которых произошло дорожно-транспортное происшествие Первую очередь нужно подумать о себе Обезопасить себя Обезопасить себя Это говорит о чем? Нужно правильно выбрать место для остановки После того, как вы выбрали место для остановки Нужно одеть жилет Световозвращающий Световозвращающий жилет, да, потому что вас должно быть видно Нужно точно так же поставить треугольник, да, на правильном выбранном месте В зависимости от того, внутри города вы находитесь Либо вне Для того, чтобы обозначить, что вы находитесь на проезжей части Вы должны позвонить по телефону 112 И только после того, как вы предприняли эти шаги Вы можете уже непосредственно подходить к месту Где произошло дорожно-транспортное происшествие И начать осматривать, что же там произошло Потому что если вы броситесь сразу же к человеку Вы не вызовете скорую помощь Потому что, поверьте, если вы не связаны с медицинской работой Да, и не видите, скажем так, человеческие травмы, несчастья Да, в ежедневном формате То большая вероятность, что вы просто растеряетесь Еще раз хотела напомнить, что именно золотой час Это 60 минут Это то время, в которое есть наивысотящая возможность Спасти жизнь человеку Поэтому за каждую секунду нужно бороться Поэтому все-таки сначала звонок А потом уже вы приходите и начинаете пытаться помочь Или, в принципе, оцениваете ситуацию Потому что вот именно в оценке ситуации Наверное, тоже заложена самая большая помощь Ну вот давайте, допустим, ситуация Я вижу человека, я вызвал скорую, поставил знак Надел жилет Все, все как бы сделал по правилам Дальше что я должен сделать? Ну, в первую очередь вы должны оценить все-таки, что произошло Да, то есть дышит человек, не дышит Дышит ли он часто Есть ли кровотечение Если это тяжелые дорожно-транспортные происшествия Нужно предположить, есть ли травма позвоночника Потому что если вы видите, что поза человека выглядит таким образом Что может быть нарушен позвоночник Трогать человека ни в коем случае нельзя Если есть открытое кровотечение, нужно, соответственно, постараться его остановить Если человек двигается достаточно свободно Его можно, скажем так, достать из автомобиля Либо он может выйти самостоятельно Опять же, открытое кровотечение Нужно посмотреть Опять же, я не хочу сейчас проходить через все ситуации Потому что здесь лучше все-таки зайти Посмотреть, как работать с каждой ситуацией Но смысл в следующем Что если есть открытое кровотечение То их обязательно нужно стараться остановить Если есть отсутствие дыхания То, соответственно, кстати, вот тоже один из вопросов Когда вы находитесь на телефоне со службы спасения 112 Вот я бы крайне рекомендовала не вешать трубку Чтобы вас приняли этот вызов Но при этом оставались с вами на контакте Потому что, чтобы у вас не было в голове Чтобы вы говорили Вам будут задавать правильные вопросы И вы будете, скажем так, с поддержкой тех, кто Специалистов Правильно действовать Потому что здесь иногда ошибка И есть многие медики Которые очень двояко относятся к оказанию первой помощи Они говорят, здесь важно не навредить А чтобы не навредить, нужно быть профессионалом Поэтому имейте профессионала хотя бы на трубке Вытует мнение, что до прибытия скорой помощи Нельзя там перемещать пострадавшего Вот с точки зрения закона даже Можно ли его перемещать? Вы знаете, перемещать, конечно, можно Потому что если вы Опять же, можно предположить, что вы тот же самый медик Поэтому вы сняли ситуацию И поняли, что вы можете помочь Просто доставать человека Потому что вам показалось, что так будет лучше Ну, как бы Это вопрос, да Вот представьте, это ваш близкий Вы рискнете здоровьем или нет? То есть любая ситуация Которая будет происходить Ее, конечно, нужно оценивать Относительно того, что происходит Давайте поговорим на тему аптечки Вот у каждого водителя Она должна быть, конечно Ну, вот минимальный набор аптечки Как вы считаете? Какой он? Вы знаете, минимальный набор аптечки Это тот, который рекомендован на сегодняшний день Тот, который продает? Правил дорожного движения Я бы так не сказала Потому что, на мой взгляд Материалы, которые лежат Вот в этой Собранной аптечке Они По большей части Никаким образом Вам не помогут В случае, если вы захотите оказать помощь Вы когда выбираете аптечку Вы ее откройте Потому что там, например Должны лежать ножницы Вот обычно те ножницы Которые там лежат Вы их сможете только в руках подержать Разрезать Вы не сможете ничего А если вам нужно будет разрезать бинт Да, это будет сделать просто невозможно Кстати, вопрос про бинт Бинт тоже должен быть нормальный То есть такой, который не будет рассыпаться в руках И который не заполнит там те же самые раны И так далее То есть смысл в чем Что когда вы формируете аптечку Не нужно подходить к этому так Как будто бы Формально Это нужно сотруднику госавтоинспекции При проверке Это нужно вам Да, поэтому откройте Посмотрите И замените то, что там лежит На то, чем вы действительно сможете Попользоваться Помимо этого Аптечка, она существует Не только для оказания первой помощи Пострадавшим Она также Помощь и вам Поэтому если вы знаете Какие-то свои сложности со здоровьем Кстати, включая определенную информацию Да, о том, что у вас есть аллергия У вас там есть какие-то Другие склонности Ситуации Либо препараты Которые вы принимаете Тоже Помимо того, что они у вас могут лежать в документах Не поленитесь Положите их в аптечку Потому что если вдруг Что-то произойдет с вами Человек может точно так же Полезть в вашу аптечку Да, и увидеть какие-то рекомендации Которые могут впрямую Вам, опять же Не навредить В случае оказания помощи Почему такие аптечки продаются Вот некачественные Где ножницы там не очень хорошие Где бинт не очень правильный Вот это тоже большой вопрос Это хороший вопрос Точно так же Как и вопрос Который мы уже здесь не раз касались Это прохождение мета-осмотра На допуск управлению транспортным средством Потому что Мое искреннее убеждение Что если бы это делалось На действительно серьезном Профессиональном уровне В рамках диспансеризации То очень многие люди Не попали бы в дурацкую ситуацию Будучи допущенными До управления транспортным средством То что они просто не способны Им управлять Таким образом Не они бы не оказались В той ситуации Когда они попадают в ДТП По своей вине Не пострадали бы люди С которыми они опять же Оказались в дорожно-транспортных ситуациях Все-таки вот где в автомобиле Аптечка должна быть Потому что многие там Куда-то подальше Хотят запрятать Чтобы никто не видел Но если там сотрудник ГИБДД остановил Вот пожалуйста аптечка здесь Ну в автомобиле не так много мест По большому счету Да Нужно в любом случае думать о том Что она должна быть нормально закреплена То есть в идеале конечно Она должна лежать в салоне Не так уж далеко Но в автомобиле есть разные места В автомобилях тоже есть разные Поэтому водители держат Либо в багажнике И желательно чтобы она была Все-таки на видном месте Да Не захламленная чем-то Ну либо Либо опять же над багажником Но опять же закреплена Потому что в случае ДТП Она не должна снести кому-нибудь голову Дорожное радио представляет Вместе с безопасность Программа для водителей Пешеходов и пассажиров Прежде чем Никита Леонов Подведет итоги опроса Поговорим с водителями И узнаем Довольны ли они Нынешним составом Автомобильной аптечки В студии Дарья Долинская Доброе утро Основной упор При составлении нового списка Которые регламентируют Содержание автомобильной аптечки Сделан на кровоостанавливающие средства Дорожное радио Поинтересовалось у слушателей А приходилось ли им Хотя бы раз Использовать автомобильную аптечку На практике И все ли их устраивает В ее нынешней комплектации Однажды было такое Интересное событие По использованию Автомобильной аптечки Мы были на даче Я повредил палец Думаю Пойду сейчас в аптечку Посмотрю что там есть Обычно все автолюбители Покупают Только аптечку Даже не смотрят что там Ну у меня такой же случай был Думаю Сейчас что-нибудь найду Пальчик завяжу Пришел Да нашел какой-то там Интересный пластырь Думаю Ну вот ладно Вот это подойдет На практике пользоваться Аптечкой не приходилось Надеюсь так дальше и будет Был один момент Когда был легкий порез И требовалось взять Либо зеленку Либо йод Аптечки этого не нашли Как бы Вопрос Либо ее не было Конкретно в моей аптечке Так вышло Либо в принципе Они не предусмотрены Если не предусмотрены То было бы неплохо дополнить В прошлом году Мы катались на роликах И девочка упала Разбила ногу Собственно говоря Обеззаразить Было нечем То есть Ни зеленки Ни йода Ничего такого не было А сейчас В аптечке Лишь бинты И то есть Если у человека Что-то с сердцем Там какое-то давление Например Ни корвалол Ни какой-то валерьянку Не кладут Соответственно Люди сами дополняют Я лично докупаю Средства Типа зеленки Типа йода От головы кладу Потому что Аптечка должна быть полная Раньше в автомобильной аптечке Нужно было возить Сердечные Обезболивающие Дезинфицирующие препараты Средства от аллергии Теперь это не обязательно Но это не означает Что вы по собственной инициативе Не можете дополнить аптечку Препаратами Которые могут пригодиться в дороге Какие лекарства положить дополнительно Решать только вам А я передаю слово Никите Леонову Вместе за безопасность Программа Вместе за безопасность На дорожном радио продолжается У нас вопрос Для всех слушателей В соцсетях мы его задаем Где вы получили навыки Оказания помощи при ДТП Предлагаем несколько вариантов Это автошкола Это специализированные курсы Это самообразование Ну а пока давайте послушаем У нас есть звонки 620-3770 Телефон прямого эфира Код Москвы 495 Здравствуйте Доброе утро Меня зовут Оксана Подскажите пожалуйста Сейчас штрафуют За отсутствие аптечки В автомобиле Как раньше Если да Какова сумма штрафа? Вот такой вопрос Могут ли оштрафовать Наталья Агре Напомню сегодня у нас в гостях Это наш автоэксперт Специалист по безопасности Дорожного движения Есть ли штраф какой-то? Штраф на мой взгляд Минимальный 500 рублей Который на сегодняшний день Можно еще Если быстро оплатить То это еще и скидка Да В 50% То есть это 250 рублей Что на мой взгляд Не очень правильно Потому что мне кажется Что штраф должен Быть приравнен Как минимум К стоимости Той же самой аптечки Чтобы собственно Не давало Кстати качественной аптечке Чтобы не давало возможности Людям подумать дважды Мы как когда-то Сделали штраф Приравненный К стоимости Детского автокресла Что очень здорово Простимулировало Родителей Купить автокресло А не один раз Заплатить штраф Я думаю Что нужно двигаться В этом же направлении Мы призываем слушателей Не относиться к аптечке формально То есть покупайте Вот качественные аптечки Потому что Это ваша безопасность Напоминаем телефон Прямого эфира 620-37-70 Код 495 Еще один звонок Доброе утро Меня зовут Андрей Раньше Лет 10 назад В аптечке Обязательно должен был быть Еще и целый набор лекарств А потом это отменили Почему? Вы знаете Очень многие автомобилисты Говорили о том Что список лекарств Никому не нужен Он не подходит в использовании Более того Выходит срок годности И получалось Что вот эти рекомендации И требования Были не очень Обоснованы На сегодняшний день Таких требований нет И вот насколько я знаю Даже обсуждение не ведется О том Чтобы их включать Но опять же Мы сегодня во время программы Говорили о том Что аптечка Это не для сотрудников И не по требованию Это если вы знаете Что вы не только Будете нуждаться В определенных средствах В обезболивающих Может быть В каких-то Гипп противоаллергенных Для того Чтобы снять Какие-то Моменты При оказании помощи Пострадавшим Вы умеете этим пользоваться И я искренне бы Рекомендовала Их все-таки иметь А давайте еще расскажем Что в аптечке Должно быть обязательно Вот в обязательном порядке Ну вы знаете Список достаточно длинный Да Это и жгут Это и бинты Это пластыри Это устройство Для проведения Процедуры Дыхания Рот в рот И пара ножниц И одна пара Нестерильных перчатков Ну собственно говоря Вот на мой взгляд Какой-то Очень урезанный список Поэтому еще раз Хотелось бы Всячески посоветовать И проверить То что там есть Чтобы этим можно было Пользоваться Ну и второй момент Все-таки дополните это тем Чем может помочь Это тот же самый И спирт Это и Не одна пара перчаток А несколько Да И разные типы Тем более сейчас Очень актуальны И Ну то есть Да Вы кстати Опять же на сайтах Госавтоинспекции Мездрава Есть рекомендации того Что все-таки там Лучше иметь Да То есть это не обязательно Но это рекомендация Я бы к ней прислушалась Где вы получили Навыки оказания помощи При ДТП Такой вопрос Мы задавали нашим слушателям Автошкола Специализированные курсы И самообразование Но лидирует Конечно автошкола Мне кажется Это естественно Потому что Ну так человек Знаете Как тревога у нас Так да бога На самом деле Но вот в автошколе Какие-то минимальные знания дают Ну минимальные Да В другой момент Что на сегодняшний день Хотела бы обратить внимание Уважаемых слушателей Мы все говорим О волонтерстве Взаимопомощи Да О гражданском долге Вот оказание первой помощи Пострадавшим Это тоже как бы Один из тех поступков Которые вы можете Совершить Совершить с пользой Гордостью Да Поэтому по городам Во многих регионах Сейчас существуют курсы Которые как раз Обучают Как оказывать Эту первую помощь Не постесняйтесь Не поленитесь Можете пройти их И онлайн Вы можете посмотреть Такие курсы Уже записанные Да Либо все-таки Сходить на практику И посмотреть Как это сделать Потому что Объективно Может так получиться Что вы будете ехать Никого больше не будете Вы спасете жизнь человеку Это дорогого стоит Удачи вам на дорогах И на вашем жизненном пути Специалист в области Безопасности Дорожного движения Наталья Агрэ Сегодня у нас в гостях Спасибо вам большое Спасибо Дорожное радио Представляет Вместе с безопасность Программа для водителей Пешеходов И пассажиров